Мы рады приветствовать вас на церемонии награждения участников 12-го городского детского литературного конкурса «Вдохновение». В начале года Белокурихинская городская библиотека совместно с администрацией города Белокурихи, Центром культуры, Городским музеем имени Гуляева, Литературно-творческим объединением «Святогор» объявила о проведении литературного конкурса «Вдохновение-2023», посвященного году педагога и наставника. Мы просим открыть торжественную церемонию награждения директора муниципального бюджетного учреждения Центра культуры города Белокуриха Алену Александровну Папошенко. Ну что, ребята, сегодня, вы представляете, мы 12-й раз открываем с вами такой замечательный конкурс. Вот вам несколько, даже нету 12 лет, представляете, вот наш конкурс «Взрослее вас». Представляете, сколько лет ребята немножко повзрослеют, пишут, сочиняют рассказы. Возможно, в будущем вы тоже станете такими же поэтами. Возможно, кто-то из вас станет художником, который тоже захочет участвовать в этом конкурсе. Я желаю каждому участнику не терять свое вдохновение. А вам желаю найти в своем вдохновении ту ниточку, которая приведет к вашему творческому развитию. Возможно, кому-то нравится рисовать, возможно, кому-то нравится писать стихи. Кто-то может стать спортсменом, но творческим спортсменом, который будет рисовать новые гербы для соревнований. Вот я хочу, чтобы наш конкурс и 13-й, и 14-й, и 15-й раз. И когда вы повзрослеете, мы с вами будем открывать 20-й городской конкурс. А мы и будет у нас очень сочинять. Интересные рассказы. Попробуем с вами сочинять рассказы? Да. Попробуем. Только вам немножечко нужно подрасти. Ну а сегодня мы с вами будем награждать тех ребят, которые уже заслуженно получают свои грамоты сегодня. А мы с вами будем громко-громко аплодировать. Хорошо? Да. Благодарим вас за торжественную речь. Алена Александровна, спасибо. Алтайский край – это родина великих людей. Это знаменитые люди, подарившие миру свои таланты и открытия. Белокуриха богато творческими и образованными людьми. Здесь живут писатели, поэты, педагоги, художники, музыканты и другие мастера. Потому что Белокуриха вдохновляет на творчество, науку и образование. Белокуриха гордится своими педагогами и наставниками, и их вкладом в будущее России. Педагоги и наставники Белокурихи – это учителя средних общеобразовательных школ, преподаватели филиалов Алтайской академии гостеприимства и Алтайского государственного университета, Центра эстетического воспитания, Детской школы искусств, Тренера детско-юношеской спортивной школы и школы Олимпийского резерва «Горные лыжи». Также мы знаем, что у нас в городе работают движения первых, там есть наставники, навигаторы детства, городская студия «Юные гения», «Оранжевый кот». Они выполняют важную миссию, которая предлагает нам немало поводов для радости и гордости. Литературный конкурс «Год педагога и наставника» проходит под девизом «Знание – сила». У наших юных жителей появилась возможность рассказать в своих творческих работах об истории людях Алтайского края и Белокурихи, педагогах и наставниках Белокурихи. На протяжении 12 лет в городской библиотеке помогают развиваться детям в литературном творчестве. Известный писатель, поэт, почетный гражданин Александр Данилович Астапов являлся председателем литературного объединения «Светогор» и возглавлял жюри конкурса «Вдохновение», а также студию юных литераторов. Он написал книги, посвященные курорту Белокурихи, также автор книг для детей, автор ряда научных статей по вопросу медицины. В 2019 году Александр Данилович ушел из жизни. И мы продолжаем добрую традицию, и в библиотеке в рамках клуба юных литераторов «Вдохновение» работает студия юных журналистов «Аколы Пиран». В течение года проходили мастер-классы, которые проводила заведующая городской библиотекой Елена Александровна Малетина. Мероприятие посещали школьники-начальник из средних классов школы номер один города Белокурихи. В конкурсе «Вдохновение» принимают участие юные жители нашего города в двух возрастных группах. Первая группа – это ребята от 7 до 14 лет, и вторая группа – от 14 до 17 лет включительно. Конкурс проводится по следующим номинациям. Фроза, поэзия, исследовательские работы. И в этом году мы ввели новую номинацию, которая называется «Публицистика». А теперь поприветствуем аплодисментами наших конкурсантов. Аплодисменты! Это все ученики второй школы. И это Салтыков Михаил. Миша, вставай, поаплодируем тебе. Спасибо. Сейчас записи на встречу. Следующий участник – это Сарахман Арина, ученица 8-го Б-класса. Аплодисменты! Спасибо, Арина. Следующая участница у нас – это Неверва Екатерина, ученица 7-го Б-класса. Аплодисменты! Вот такие у нас замечательные участники. А теперь давайте поприветствуем состав жюри. Председатель жюри – Галина Павловна Кожихова, поэтесса, член Светогора. Писать стихи начала еще в школе, но первый сборник стихов «Живите, люди, на земле» появился в 2015 году. Галина Павловна проводит творческие литературные вечера для детей и взрослых, а также пишет замечательные книги для детей. И в этом году состоялась презентация новой детской книги – раскраски про котов и кошек. И давайте поаплодируем Галине Павловне. И мы продолжаем знакомиться с составом жюри. И это Елена Александровна Малетина, заведующая городской библиотекой. Аплодисменты – библиограф Ирина Витальевна Беспалова. Давайте поаплодируем. И также библиотекаре – Валентина Ильинична Еремина. Ирина Михайловна Литвинова. Ребята, поаплодируем. И я, Светлана Юрьевна Шолобанова. А теперь мы просим свое мнение сказать о работах участников члена жюри Галину Павловну Кожихову. Пожалуйста. И поаплодируем, ребята. Ну, прежде всего я хочу поздравить участников конкурса и всех присутствующих с завершением этого конкурса. Пожелать здоровья, счастья, радости и новых творческих взлетов в вашей молодой жизни. Вот. Что хочу сказать. Литература, она всегда была, ну, как бы, главной миссией в истории. То есть с древних времен литература понесла эту миссию. И она являлась, как бы, обучающим моментом, обучающим инструментом для народа. Она воспитывала в людях патриотизм, несла историзм. И учила людей, как истинно любить Родину, как совершать правильные, достойные поступки. Со временем в литературу были внесены новые веяния, движения. Литература приобрела какие-то определенные новые раскраски и направления. Но, тем не менее, миссия истории, миссия литературы, как исторической и патриотической, сохранилась и до наших времен. И она будет так и нести свою миссию, наша литература. Наши дорогие участники, мы почитали ваши работы, обсудили. Я скажу о двух работах. О публицистике скажет Елена Александровна Малечна. Салтыков Михаил. Второй класс. Вставай, дорогой друг. Ты молодец. Что хочу сказать. Это здорово, что ты умеешь фантазировать. Если человек не фантазирует, у него нет мечты, у него нет цели, и он мало чего достигнет в жизни. А ты фантазируешь, мечтаешь, какие-то у тебя там идут рассуждения. Ты играешь в шахматы? Понятно. Потому что там в шахмате я как раз доска, вот эти Е2, Е4. Вот. И я хочу сказать, что ты молодец, потому что у тебя большое будущее будет. Ты умеешь мечтать. Ты впоследствии будешь ставить перед собой цели, и, конечно, будешь стараться их достигать. Молодец. Присаживайся. И у тебя еще там рисунки есть. Тоже ты сам рисовал, да? А ты вообще много рисуешь? Рисуешь. Вот, продолжай. Вот видишь, ты и пишешь, и рисуешь. Это уже здорово. Так. И я скажу об Арене Сарахман. Она затронула тему, как раз про то, что я говорила, историческая тема. Тело войны. У нее рассказ, как молодой воин получил краткосрочный отпуск и поехал домой. Но дома он не застал, потому что там пепелище. Она об этом рассказывает. Рассказывает в интересном. А вот ты тоже поработала с сердцем, с душой. Молодчинка. С чем тебя и поздравляю. Вот. Ну, все. Калина Павловна, большое спасибо вам за такие замечательные пожелания. Оценку наших участников. Давайте все дружно поаплодируем. И сейчас наступает самый торжественный момент. Это награждение участников конкурса. И его проведут председатель жюри Галин Макпавловна и заведующая городской библиотекой Елена Александровна. Ну, а теперь у нас вступительное слово скажет Елена Александровна. Пожалуйста. Дорогие наши участники, дорогие наши гости. Я надеюсь, тоже будущие участники нашего конкурса. И мы с педагогами, у нас год педагога и наставника, постараемся, несомненно, это сделать, чтобы вы стали участниками нашего конкурса. Большое вам спасибо. Я бы хотела представить нашу новую номинацию. Спасибо девочкам. Это Арина Гижан, ученица 8-го В-класса. И Неверова Екатерина, ученица 7-го В-класса. Руководитель Наталья Александровна Валуева у них. Именно с вашей подачей в наш конкурс, наш конкурс допомнился новой номинацией. Номинация называется «Публицистика». И это очень в тему. Дело все в том, что в этом году мы открыли студию юных журналистов. Называется она у нас «Акула-пера». И, соответственно, журналисты непосредственно оперируют к этому жанру, жанру публицистики. То есть они исследуют материалы, они читают, они перефразируют, они берут интервью, какие-то заметки. И девочки у нас в этом плане провели большую работу. Вот, Неверова Екатерина, она написала у нас эссе «Детство», как много в этом слове. Я вам скажу, что жанр эссе – это очень сложный жанр. Не всем он всегда дается. И это вдвойне похвально. Вы большая молодец. Вот. Вы привели произведения, в которых, художественные произведения, в которых раскрывается тема «Детство». Вот. Это здорово. Это большой плюс работы. Гижан Арина нам представила свою работу «Подвигу народу жить в веках». Это очерк. Тоже, я скажу, жанр непростой. Она использовала очень много источников. Она внесла это в свою работу и переработала, ну и добавила еще свои рассуждения. На самом деле, это только кажется, что жанр публицистика, да, по сравнению с художественным словом, ну, легкий жанр, ничего подобного. Большое вам спасибо за эту работу. Мы рады вас отметить. Вот. И у нас сегодня, сейчас наступает ответственный момент. Торжественное награждение. Я прошу для этого торжественного награждения Алену Александровну Попошенко и Алину Павловну Пожихову. Сдавайте, пожалуйста, пока. Пока что был экран. Я буду зачитывать тех участников, которые награждаются грамотой. Они будут выходить сюда. И для того, чтобы мы их сфотографировали, да, и поздравили. Итак, номинация «Проза». Первая возрастная группа, 7-14 лет. Грамотой награждается Салтыков Михаил, ученик 2-го класса, школа номер 2. Давайте аплодируем. Михаил написал сказку, которая называется «Путешествие по волшебной стране. Мальчик Артема». Интересную сказку придумал Миша про мальчик Артема, а также оформил свои работы красочными иллюстрациями, которыми мы сейчас можем с вами поделиться. Вот у нас здесь есть такая выставка, да, и мы их распечатали, эти красочные иллюстрации, рисунки у нас есть в этой работе. Вот, соответственно, вот такие замечательные рисунки, да. Каждый желающий сможет подойти и посмотреть работы наших участников. Спасибо, Миша. Мы подготовили для него подарок, чтобы он и так же дальше замечательно рисовал и оформлял свои работы красочными иллюстрациями. Мишенька, хочешь что-то сказать, ответное слово? Понравилось тебе? Да. Да? Что интересного было? Писать интересного было? Да. Фантазия, да? Ну, все, спасибо тебе, Мишенька. Мишеньке надо уже идти на уроки, да? Все, хорошо. А мы продолжаем наше награждение. Номинация «Публицистика». Вторая возрастная группа от 14 до 17 лет. Грамота вручается Неверовой Екатерине за эссе «Детская работа» и «Публика». Фотография на память. Небольшие призы сладкие и также ручка, блокнотик, чтобы писать, продолжать писать свои заметки и не вражать это дело. Да, спасибо вам большое, Катенька. Спасибо. Вам спасибо. Ответное слово? Хочу сказать, что свою работу я писала очень долго, несколько раз переписывала, но я это делала со всей душой и с любовью. Молодец. Спасибо большое. Вы тоже стали правы. Все, спасибо вам. Спасибо большое. Мы продолжаем наше награждение. И переходим ко второй возрастной группе участников от 14 до 17 лет в номинации «Публицистика». К сожалению, этого участника он сегодня не смог. У нас присутствует Гижан Арина. Мы ей обязательно этот подарок вручим. А в номинации «Проза» грамотой у нас награждается Сарахман Арина, ученица 8-го класса «Рассказ о карте на солнце». Воволь в своей работе Арина прошла в основные будни, героями которыми являются мужественные солдаты. Большое вам спасибо за такую патриотическую тему. Мы надеемся, что вы продолжите писать свои рассказы. И для этого мы положили вам в подарок флешечку, чтобы было куда сохранять свои... Это очень актуально. Пожалуйста, ответное слово. Я хочу выразить благодарность своей преподавательности Наталье Александровне Балуеву. Да, большое спасибо за таких участников. Молодец, Наталья. Давайте поклопаем ребятам. Давайте мы поклопаем наши жюри. Проходите, пожалуйста, на место. Большое вам спасибо. Ребята, это здорово, что вы, что ребята у нас пишут. Потому что это дело, оно всегда пригодится. Это развивает кругозор, память, фантазию. И, соответственно, мы их поздравляем. И также надеемся, как я уже сказала, увидеть юных студийцев в числе наших участников в следующем году. Выражаем огромную благодарность за поддержку конкурса педагогов средней школы города, родителей, а также писателей нашего города. Наталья Александровна Балуева, классному руководителю седьмого класса школы номер два, учителю русского языка и литературы. Из-за учебного процесса она сегодня не смогла у нас участвовать. Но давайте вам приветствуем аплодисменты, конечно. Калина Павловна Кожухова, большое спасибо вам, что вы уже не первый год являетесь председателем нашего жюри и активно работаете с нами. Также проводите творческие встречи. Наши громкие аплодисменты. Наталья Владимировна Бельдюцкая, председателю организационного комитета нашего конкурса, заместителю главы администрации города по социальным вопросам и культуре. Наталья Владимировна тоже наши аплодисменты. Выражаем благодарность за поддержку Алене Александровне Папашенко, которая у нас здесь присутствует, директору Центра культуры. Большое вам спасибо. Ну а также мы благодарим коллектив нашей Белокурхенской городской библиотеки за такую плодотворную работу в течение года и за поддержку юных талантов.